Великобритания считает, что нападение с использованием нервно-паралитического вещества, вероятно, было одобрено Кремлем. Джим Сета, CNN, США. 3 апреля 2018 года. Британские власти, расследующие отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля, полагают, что факт нанесения нервно-паралитического вещества на дверь его дома свидетельствует о дерзости и изощренности совершенного нападения, которое, вероятно, получило одобрение Кремля, подтвердил в интервью CNN, CNN, источник, знакомый с обстоятельствами расследования. 66-летний Сергей Скрипаля и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в результате воздействия яда, которое, по заявлению британских властей, является боевым нервно-паралитическим веществом. Британские власти считают, что подобное покушение могло быть совершено только человеком, или более чем одним человеком, имеющим специальную подготовку, в том числе умеющим обращаться с новичком, веществом, использованным при покушении. Существует сомнение в том, что независимые агенты могли совершить это покушение без одобрения представителей высшего руководства российского правительства. Об этой последней версии относительно виновных в отравлении впервые сообщила газета New York Post, New York Times. На прошлой неделе Россия вновь опровергла свою причастность к отравлению, а Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, обвинила власти Великобритании в попытке создания совершенно абсурдной ситуации. Обвинения правительства Великобритании давно обвиняют Россию в покушении на бывшего двойного агента и его дочери, совершенном 4 марта с использованием нервно-паралитического вещества на британской территории. Выступая в парламенте через неделю после этого покушения, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, весьма вероятно, нападение представляет собой незаконное применение силы российским государствам против Соединенного Королевства. По словам источника, британские власти считают, что такого рода атака с использованием нервно-паралитического вещества должна была стать еще и серьезным предупреждением для российских диссидентов, проживающих на Западе. Сообщение о том, что, по мнению следствия, отравление, вероятно, получило одобрение российского правительства на самом высоком уровне, придает новый импульс обвинениям, в том числе со стороны Белого дома, согласно которым Россия становится все более бесцеремонной в своих враждебных действиях против иностранных государств. В частности, имеется в виду ее вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Утверждение о причастности Кремля к нападению на Скрипаля перекликается с заявлением США о взломе в 2016 году почтовых серверов Национального комитета Демократической партии, в котором обвинили хакеров, связанных с российской разведкой. Свою причастность к взлому электронной переписке НКДП Кремль также отрицает. В оздоровлении Скрипаль и его дочь на протяжении нескольких недель находятся в больнице в тяжелом состоянии в результате отравления, но Юлия быстро идет на поправку, заявили на прошлой неделе в районной больнице города Солсбери. Сергей Скрипаль по-прежнему находится в критическом, но стабильном состоянии, говорится в сообщении. В конце прошлой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь потребовал от Великобритании предоставить российским дипломатам доступ в больницу, где находится Юлия, которая является гражданкой России. Мария Захарова также заявила журналистам в Москве, что Великобритания нарушает международное право, отказываясь предоставить информацию по этому делу. Мы становимся свидетелями очевидного препятствования доступа российских представителей к пострадавшим российским гражданам, заявила она. Скрипали были найдены без сознания на скамейке возле торгового комплекса в английском городе Солсбери. По заявлению полиции, видимых повреждений у них обнаружено не было. Зеркальная высылка дипломатов. Дипломатические последствия произошедшего продолжались и на прошлой неделе, когда Москва потребовала выслать дипломатов по крайней мере из 23 стран в качестве ответного шага после того, как эти страны в знак солидарности с Великобританией выслали российских дипломатов. Еще до высылки в пятницу дипломатов этих стран Кремль объявил, что из страны будут высланы 60 американских дипломатов и закрыто консульство США в Санкт-Петербурге. Этот шаг Москва предприняла в ответ на аналогичный шаг Вашингтона, который заявил в понедельник о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского консульства в Ситле.